Приветствую вас, и вы знаете, ну, очень хорошо, что вы подняли этот вопрос, вопрос, на самом деле, серьезный, и надо сказать, что однозначного совета или какого-то прям мнения, относительно того, что вам делать, я не дам, потому что психолог не имеет права вас посоветовать. Я понимаю, что вы хотите получить совет. Я вам скажу о том, что будет для вас лучше, я вам скажу о том, значит, как будет для вас лучше, и скажу о том, какие проблемы вас поджидают на этом пути. Значит, во-первых, родители вас их вам не переделают. То есть у них модель поведения сложившаяся, у них модель поведения уже сформированная, и вряд ли вы их сможете переделать. Тем более, что к вам родители относятся, ну, довольно-таки потребительски. То есть вы там по дому делаете все, да, там стираете, убираете, готовите, с племянниками возите, а в итоге вам решил высказывать, что вы там ничего не делаете и так далее. Вот. Значит, в этой ситуации понятно, что родители своего мнения и взгляда не изменят. Они вот такие, какие они есть. И то, что они своего рода высказывают нежелание того, чтобы вы шли на собеседование, говорит о том, что на уровне подсознания они понимают, что без вас им будет тяжело. Без вас им будет плохо, без вас им будет гораздо труднее. Они не хотят, осознанно или нет, отпускать вас на собеседование. Значит, соответственно, что делаем? Что делаем? Принижая вас, да, принижая вас и внушая, что у вас ничего не получится. Опять же, по сути дела, давя собственным авторитетом на вас, чтобы вы убедились в том, что у вас ничего не получится и не пытались. Не пытались сделать то же, что вы, например, хотите, не пытались там становиться более самостоятельной, ну и так далее. Это их право. Это их выбор. И я бы не рекомендовал бы с ними как ссориться и пытаться что-либо доказывать. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Это настроит еще больше их против вас, ну и, в общем-то, ровным счетом ничего вы не добьетесь. Тем же, если будете вот как-то с ними вступать в откровенную там конфронтацию, грубо говоря. Вот. То есть делать этого не нужно. А что нужно делать? Спросите вы тогда. Ну, во-первых, во-первых, первое, о чем стоит вам как следует подумать, это о том, чего вы сами хотите для себя. Как вы видите свою жизнь в дальнейшем? Как вы хотели бы, чтобы она у вас там, ну, складывалась? Например, ваша жизнь. Как бы вы это хотели для себя. Как бы вы хотели, чтобы ваша жизнь складывалась? Как бы вы ее строили? Как вы хотите ее строить? Как вы хотите, чтобы она развивалась? Это вот очень важный момент. И исходя из этого, уже вы будете, по сути дела, строить свое линию поведения. То есть, если вы говорите о том, что родители постоянно вам звонят, постоянно спрашивают, где вы, что вы, когда будете дома и прочее, значит они вас пытаются к себе привязать, чтобы вы делали за них то, что они сами делать не хотят. Значит им выгодно, им выгодно, чтобы вы были одна, им выгодно, чтобы вы не работали, им выгодно, чтобы вы были не уверены в себе. Все это им, по сути дела, выгодно. И исходя из этого, следует совершенно логичный, на мой взгляд, вывод о том, что если им это выгодно, если им выгодно, чтобы вы не работали, если им выгодно, чтобы вы делали только то, что хотят они и прочее, прочее, то естественно, естественно, что находясь с ними рядом вместе, ну под одной грейшей, под одной квартире, ясное дело, что вы, скорее всего, ничего не добьетесь с ними таким образом. Вы ничего не добьетесь с ними таким образом, потому что пусть они все время будут вас, по сути дела, тормозить. И это им, опять же, выгодно. Поэтому для вас принципиальным моментом является то, чтобы становиться независимым. И вот здесь основная проблема. Знаете, независимость это не то, что вы пойдете на работу. Независимость это не то, что вы найдете то, чем, например, будете заниматься. Независимость это немножко другое. Если мы говорим с вами про независимость, вашу независимость в принципе, то мы говорим не про независимость финансовую. Мы говорим не про независимость материалов. Мы говорим немножечко про другое. Мы говорим о том, почему вы изначально согласились делать за своих родителей то, что должны делать они. Почему вы согласились, например, следить за племянниками, когда их привозят. Ведь привозят их не вам, а привозят их вашу семью и как бы это должны делать все вы. Если, например, вашей семье не нравится, что вам привозят племянников опять же, а зачем тогда вообще их привозят, если вашей семье это не нравится, маме и папе это не нравятся и так далее. С чем это связано, такое отношение, такое поведение? А главное, самое главное, почему вы позволяете так с собой обращаться? Вот с чем связано такое ваше поведение? Все делаете по дому, убираете, убираете и так далее, помогаете своим родителям, но почему? Они у вас, что, они у вас, простите, больные, они у вас, простите, какие? Что вы им помогаете и что вы для них там все время стараетесь, ну так вот, сильно. Вот чем продиктовано обывное ваше поведение? Какими, какими установками? Либо вам родители внушили, что вы должны все делать для них, а заодно, либо вы сами не уверены в себе и считаете, что вот родителям нужна помощь и вы должны им помогать там, потому что там это ваши обязанности и так далее и так далее. Либо вы боитесь, боитесь чего-то. Вот с чем вот связано подобное? С чем связана подобная линия вашего поведения? Вот я хотел бы, чтобы вы об этом как следует поразмышляли. Ну, хотя бы, хотя бы для себя. Хотя бы на уровне пока вот простых каких-то размышлений. Вот ведь даже абстрактных размышлений. Ибо это очень важно, чтобы вы для себя это определили, в чем вы не уверены в себе. Почему вы позволяете своим родителям так к себе относиться? Что заставляет вас это делать? То, что они вам говорят и нам дать. Позволяете им, например, следить за вами и так далее, да? Например, вы говорите, я хочу погулять, но очень редко это делаю, потому что мама будет недовольна. А почему вы ориентируетесь на то, что ваша мама будет недовольна, например? Ну, будет она недовольна, и что так? Она в любом случае будет недовольна. Понимаете? То есть вот установки, которые вам задали ваши родители, они мешают вам сейчас. Как они были, может быть, полезными для вас, когда вы были, например, в подростковом возрасте, они были для вас, может быть, полезными. Но сейчас для вас они точно не полезны. Сейчас они вам вредят. И вот установки их, то есть установки родителей, ну, если меня, на установки вашей собственной, что это куда важнее. Ваши собственные установки, куда важнее и куда более ценнее, чем то, что говорят вам ваши родители. Вот это всё как раз куда более ценно, чем те вещи, которые пытаются привить вам ваши родители. Потому что они делают это для себя, прививают вам что-то для себя, но при этом забывают о вас. Вот сперва, прежде чем говорить о том, что вам делать, нужно проработать это сперва. А уже потом, когда и если это будет проработано, когда вы научитесь или, ну, научитесь или будете, это как, не особо уже важно, когда вы будете себя лучше понимать, когда вы будете лучше отдавать отсчет в том, чего я хочу, почему я хочу и как я хочу, чего я боюсь и насколько я свободна и так далее, и так далее, и так далее. Тогда к вам придёт понимание. Если вы говорите, что делать, что мне делать, что вам делать, чтобы что, вы говорите, терпеть, терпеть для чего, или уходить из дома. Уходить из дома куда, уходить из дома зачем, опять же, уходить из дома, чтобы что. Нужна чёткая шесть. Если вы, например, можете уйти из дома сейчас, ну, допустим, что вы можете уйти из дома сейчас, то есть, по сути, в любой момент можете уйти из дома, то вопрос возникает к вам. Если вы можете уйти, почему не уходите тогда? Ведь видно, видно же, и видно, в общем-то, невооружённым взглядом видно, что родители вас всячески принижают и так далее, не дают вам свободной жизни. Получается, вы, имея возможность уйти из дома, не уходите. Вот, и, собственно, очень интересный тогда получается момент, а почему, имея возможность, вы не уходите? Может быть, вы специально как-то вот используя, ну, специально чувствуя, например, или успокаивая себя мыслью о том, что я могу уйти. Вот, вот, в любой момент, в любой момент, вот, я могу уйти, но я не ухожу, потому что что-то, что-то там, что-то там, да? Вот, это вот получается, по сути дела, ну, такой, такой вот, своего рода, знаете, самообман получается. Таким образом, таким вот, такой вот линией поведения, таким мышлением, вы просто обманываете себя. Получается, вот, если вы уйдёте, ну, хорошо, вы уйдёте, а где вы будете жить, например, что вы будете жить, как вы будете жить тогда? Вот. И в этот момент, вот этот момент его нужно тоже проработать. Понимаете, проблема не в том, что вы будете делать. Проблема в том, как вы себя позиционируете по отношению к родителям, вот в чём большая проблема. Проблема в том, как вас воспитали ваши родители. Проблема в том, какие у вас установки. Какие у вас взгляды, какие у вас там, ценности и так далее. Вот это вот, куда более ценности на самом деле. Понимаете? А не то, что вы будете делать. И вы, я понимаю, вы хотите свободы, но вы, даже если, даже если вы уйдёте от своих родителей, как вот вы говорите, уйду из дома, да? Наверное, вы уйдёте от них. То не факт, что вы будете свободны. Потому что перед этим, перед этим, перед тем, как вы уйдёте или перед тем, как вы там хоть что-то будете делать. Всё равно никуда не денутся ваши страхи, ваши потребности, ваши желания. Они никуда не денутся. Они останутся всё равно. Они будут с вами. И получается, что даже если вы уйдёте при таком раскладе, даже если вы уйдёте из дома своих родителей, например, куда-нибудь ещё, то свободны вы всё равно не будете. То есть вас либо будет, либо вас мучить там, например, чувство вины за то, что вот вы там так поступили плохо по отношению к родителям, что ушли от них, либо что-то ещё, понимаете? Вот. То есть ничего хорошего, ничего хорошего вас не будет из-за этого, из-за того, вот из-за тех ценностей, которые вам ваши родители привили. Поэтому сперва нужно избавиться от них, а потом уже вы будете думать, что вам делать дальше. И вы решите, что если, например, вы берёте курс на, скажем, на свободу, скажем, на независимых, то вам совершенно необязательно уходить от родителей и из дома вот прямо сейчас. Вы просто берёте и перестаёте делать в полном объёме то, что делали до этого. Вот и всё. Вы просто делаете, ну, то, например, что касается лично вас, ставя об этом известно своих родителей. То есть вы говорите им, что вот я, например, больше не собираюсь там делать всё равно. То есть я когда, я вот сидел с племянниками много раз и теперь, соответственно, я так больше не хочу. Вот. Если они приедут, то вы будете с ними сидеть так же, а я пойду гулять. Всё. Телефон я, соответственно, отключил, чтобы вы мне не звонили, не спрашивали меня каждый раз там где и что я. И всё. И пусть они делают, что хотят. Они вас не выгонят, потому что это ваша квартира. Они сделать ничего, они ничего не смогут. И либо они примут вашу позицию, скрепя в сердце, либо нет. Но если нет, то это не те люди, которых стоит вообще что-то делать. А если примут, то вы получите санс спокойно вставать на ноги, спокойно искать работу, спокойно зарабатывать деньги и так далее, и так далее, и так далее. В этом случае, если вы решите уходить, если вдруг вы решите уходить, то опять же, вы всё сделаете правильно. То есть, не нужно спешить и делать это на эмоциях. Но проработать сперва вот это вот, ну, что заставляет вас действовать так по отношению к родителям. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!